Вокал, акробатика, восточные танцы и даже необычное док-шоу. 15 мая на площади Федулова развернулась площадка творческого проекта «Город молодых талантов». На сцену вышли участники в номинациях «Музыка и сценическое искусство». Подробности в нашем следующем сюжете. Завораживающий номер с веерами и платками показывают ученицы студии восточного танца «Джанан». Хореография, символизирующая борьбу двух стихий огня и воды, достаточно сложная для исполнения. Гибкость, пластичность, умение слышать музыку и быстро ориентироваться на сцене. Без этого не обойтись. Необходимо и как-то и уделять внимание, да, естественно, предмету, чтобы он смотрелся красиво. Успевать под музыку, да, статично двигаться и смотреть на своих партнеров, чтобы все было одинаково. Это один из двух десятков номеров, которые 15 мая показали участники проекта «Город молодых талантов», организованного молодежным центром «Горком-35». Открытая площадка конкурса на этот раз развернулась на площади Федулова. На сцене лучшие участники в номинациях «Музыка и сценическое искусство». Разнообразие жанров и стилей, в которых выступают конкурсанты, в этом сезоне просто зашкаливает. В этом году безумно приятно, что и в музыке, и в сценическом искусстве очень много участвующих, очень много заявок, причем это очень разноплановые артисты. То есть это и какие-то индийские танцы, это и восточные танцы, это и современные, и очень много разных направлений в музыке тоже. Это и рэп, и инструментальные, и какие-то классические вокалы, и эстрадные. Есть и более экзотические направления. Например, это называется док-фризби – смешение жанров, сыркового искусства, спорта и танца. Для выполнения такого номера между собакой и человеком должно быть полное взаимопонимание. Мы сначала учим собаку определенно, чтобы она что-то делала, потом мы вводим команду, то есть слово, которое мы говорим. И после этого, когда говорим слово, собака понимает уже, что делает, и делает именно эту команду. Все выступления организаторы сняли на видео. В ближайшее время жюри проекта отсмотрят эти ролики и определит, кто станет участником финального гала-концерта. Праздник, на котором подведут итоги масштабного проекта, состоится 22 мая на площади Революции. Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда, Портал.